В Одесской области с января текущего года действует режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям, в том числе и военного характера. В Белгороде-Днестровском в связи с этим готовят убежище, укрытие и простейшие сооружения, а также проводят разъяснительную работу. Однако, недавняя проверка выявила формальное отношение к этой важной сегодня проблеме, рассказал начальник городского управления по оборонной и мобилизационной работе. Укрытия должны быть готовы к практическому использованию, настаивает Юрий Майзлес. Об этом он говорил во время плановых занятий с начальниками штабов, гражданской защиты предприятий, учреждений и организаций Белгорода-Днестровского. Хочу напомнить, что от ударной волны и осколков защищают любое простейшее укрытие. Это подвал, полуподвал, первый этаж многоэтажного здания. Это является простейшим укрытием. Поэтому расчеты, некоторые говорят, у нас нет подвала. Расчеты должны быть сделаны, если нет подвала, для соответствующих помещений. Вопрос находится на государственном контроле до конца мая. Начальников штабов по гражданской обороне обязались делать расчеты укрытий. С работниками и учащимися школ, других учебных заведений и организаций проводят учения и тренировки по гражданской защите, в том числе и по укрытию. В целом, должностных лиц, отвечающих за защиту населения, настроили на работу в повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям, в том числе и военного характера. Угроза террористических актов и арт-обстрелов сейчас как никогда актуальна. Для подвала просто надпись должна быть и указатели в направлении, просто укрытие или на украинской мове укрытие, ключи находятся у такого. Соответственно, сделав вот этот расчет укрытия, указывать там, допустим, цех или отдел или участок, номер такой, то укрывается там. На этой неделе снова начинаются проверки коммунальных учреждений города, затем осмотрят убежище и укрытие в учебных заведениях, городской больнице, жилых домах. Но присутствующие руководители штабов уже говорят о том, что их объекты далеко не в идеальном состоянии. Эвакуируем наш детский санаторий в Затокской школе. Мы проводили такие занятия, через 10 минут мы уже находимся там. Это правильно? Потому что у нас нет полуподвальных помещений, все затоплено водой. Грунтовая вода подходит. Я думаю, что вам надо угрыбать коридоры, которые являются внутренним помещением и не имеют токов. Потому что вывезти детей как раз на время обстрела, это получится, что выведем под осколки.